Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И ставьте пальчики вверх. Мне будет безумно приятно. Сегодня у нас с вами тег о школе. И вообще тег для школьников, но так как я школу закончила уже очень-очень давно, поэтому у меня такой тег о воспоминаниях о школе. Поэтому все вопросы у меня в прошедшем времени. И у меня здесь подсказочка. Здесь 10 вопросов. И давайте приступим. Я буду подсматривать. Первый вопрос. Что вы делали на уроке, когда вам было скучно? Такой хитрый вопрос. Во-первых, это было уже очень-очень давно. Школу я закончила где-то в конце 90-х. Поэтому это было настолько давно, что уже потеряла всякий смысл. Так вот, на уроках я должна признаться вам. Когда нам было скучно, я сидела, по-моему, на третьей или на четвертой парте посередине, в среднем ряду. И я сидела справа, а слева от меня сидел мальчик. Он был... Честно говоря, я не помню, как его звали. Юра, возможно. Я вообще мало кого помню из школы. И он был такой, знаете, из разряда между двойкой и тройкой. Вот он балансировал. И почему-то нас посадили вместе. Вот. И когда нам было скучно, обычно это было на литературе. Не знаю почему, но вот почему-то на литературе, именно в школе. Нам было скучно с ним. И когда шел урок, да, и мы открывали учебник, и там были, ну, знаете, в кружочке такие портреты черно-белые разных писателей, там, поэтов. И шел, значит, портрет, и дальше какие-то его произведения. Потом следующий портрет и следующее произведение. И мы вот, да, это было самое худшее, наверное, чем я занималась в школе. Мы карандашом пририсовывали на этих портретах. Ну, кому усы, кому бороду, кому какие-то ушки смешные и хихикали над этим делом. Да, давно это было. Второй вопрос. Какое прозвище было у вас в школе? Ну, вот тут я вам скажу, что я вообще не помню, понятия не имею, какое у меня было прозвище, не помню. Но могу сказать, что в классе меня не любили. Я была белой вороной, поэтому, как бы меня ни называли, все это было про меня. Третье. Вам нравилось ходить в школу? Нет, я ненавидела свою школу, и я просто считала дни, когда все это закончится. Четвертое. Есть ли у вас, был ли у вас любимый урок? Да, черчение. Я и по сей день люблю, вот, ну, кто меня давно смотрит, знает, что я перфекционистка, и я люблю, когда все четко, миллиметр в миллиметр, вот ровненько, все по правилам. Так что, черчение я любила всегда, и сейчас очень люблю чем-нибудь таким позаниматься. Пятое. Был ли у вас нелюбимый урок? Наверное, английский, из-за преподавателя. Она была такой, во-первых, она была замдиректора, а во-вторых, она почему-то ко мне относилась очень специфически, так, с негативом каким-то таким. И мне не нравилось ходить на английский, я никогда не выполняла ни одно задание домашнее. Вначале пыталась, но потом перестала, и, в общем-то, наверное, английский. Был ли у вас сосед по парте? Ну, да, я уже сказала, что шестой вопрос. Мы сидели с мальчиком, он был маленький, по-моему, его все-таки Юра звали. У него еще были две старшие сестры-близняшки. Честно говоря, не помню, как его звали. Но вот он сидел слева, а я справа. Седьмой вопрос. Как часто вы опаздывали в школу? Ну, где-то в начальных классах меня, как бы, привозила мама. Мы вместе приезжали, это контролировалось. Когда я уже самостоятельно стала ходить в школу, я опаздывала постоянно. В принципе, в восьмом и девятом классе было в порядке вещей, что на 10-15 минут я опаздываю. Это, ну, просто. Особенно на английский. Это была вот просто такая... Даже не то, что привычка, это было в порядке вещей, что я должна опоздать на урок обязательно минут на 10 или 15. Так, восьмое. Как вы учились? Отличник, хорошист или есть тройки? Ну, скорее, хорошист, у которого есть тройки. Я вам скажу по секрету. Закончила я 9 классов. Я была безумно счастлива, что я наконец-то ухожу из этой школы. И наконец-то я больше никого не увижу. И ни преподавателя, и ни своих одноклассников. И я такая, фу, боже мой, слава тебе, яйца. Я больше не вернусь в эту школу. И 9 класс у меня был... У меня были практически 80% троек. Я не говорю, что я там отличница, суперская. Это была школа. То, что было там в лицее, в институте, это совсем другой период. И там были другие оценки. Мы сейчас говорим про школу. В школу я ненавидела, я не училась. И в 9 классе, когда я заканчивала, у меня было процентов 80 троек. Четверки и даже, может быть, одна или две пятерки у меня были по любимым предметам. То есть это черчение, это изо, это труд. Это все, что нужно делать руками. И у меня была одна двойка по физкультуре. Ну, потому что я вообще не ходила на физкультуру. Не потому что она нелюбимая у меня была. У меня были нелюбимые преподаватели, которые надо мной издевались и унижали меня. Поэтому я решила, с какого черта я буду ходить на занятия, где надо мной издеваются. Поэтому я просто не ходила. И их решением в конце года было поставить мне двойку, потому что у меня за каждый семестр была двойка. Вот так вот. А из ситуации мы, собственно, вышли, почему мне не хотели же давать аттестат, потому что у меня была одна двойка. Ну, вообще, я как человек такой тихий и средний по оценкам, да, и вдруг у меня двойка, и мне не дают аттестат, и вообще позор на всю школу. То есть, ну, это было шоком для некоторых преподавателей. И вышли ситуации так, что мне нужно было пробежать, по-моему, 4 километра за определенное время. Я пробежала за большее количество времени. И, в принципе, мне поставили 3, и я была очень довольна тем, что я наконец-то избавилась от этой школы. Вот, так что школу я ненавидела. 9. Была ли у вас школьная форма? Вначале была, если, не знаю, кто-нибудь примерно моего возраста, там, 30 плюс-минус, вспомните, что первое время была такая же форма, значит, черные туфельки, закрытые, закрытый круглый мысочек с пряжкой. Белые колготки плотные, коричневая, ну, коричневая платьица, такое довольно простое и строгое, с плессированной юбкой, с кладками такими большими. Белый фартук и, наверное, еще белые бантики в волосах. Вот это была такая форма. И потом был период какого-то перелома в России, и форму отменили. В общем-то, потом у нас формы не было, и все ходили в чем хотят. Мне кажется, это гораздо удобнее. Тем самым подросток имеет возможность самовыразиться. В то время как, когда мы все одинаково выглядим, как бочонки, знаете, в магазине, на витрине, вот, баночки, ну, у человека нет возможности самовыразиться. Мне кажется, это было правильное решение отменить форму. И сейчас, когда в школах, вот я слышу, что используют школьную форму, мне кажется, это ограничение подростка, да, человека в своем выражении самого себя. И плюс это как бы, как сказать, ну, то есть это загоняет некие рамки, что ли, человека. В общем, я это не приветствую, и мне скорее кажется, что если это какая-нибудь спецшкола, да, тогда там может использоваться форма. А если это обычная среднестатистическая общеобразовательная школа, зачем там форма? Это мое мнение. И последний вопрос. Любили вы школу? Нет, я ее ненавидела. Ну, также, если так, кто знает, кто не знает, я училась первые два класса в другой школе, поскольку мы жили в другом месте, на другой улице, в другом районе. И та школа мне нравилась. Но, увы, мы переехали, и мне пришлось переводиться в другую школу, туда, куда я хотела по стечению обстоятельств не получилось перевестись. Ну, там, как бы, были разные такие вот моменты, которые, ну, вот, жизнь прям против меня была. Вот, и, в общем-то, мне пришлось переводиться в ту школу, в которой я училась. И это была не самая лучшая школа, я бы даже сказала, это была самая худшая школа в этом районе, где я живу сейчас. И я ненавидела эту школу, и была безумно рада ее, наконец-то, закончить. И я не стала оставаться на 10-11 класс, я ушла после 9-го. И, как я уже вначале сказала, где-то класс, наверное, в 7-м, я поняла, что я больше так не могу. И я просто считала дни, когда это все закончится, когда пройдет 9-й класс, и когда я оттуда уйду. Так что, вот так вот. Школу я ненавидела. Ну, напишите мне, кстати, любили ли вы свою школу, и как у вас отношения в школе складывались, какие у вас были оценки, вообще нравилось ли вам в школе. И, может быть, если вам интересен такой тег, мне было бы интересно тоже послушать ваши ответы. И, если вы хотите поучаствовать, то пишите в комментариях, и я напишу вам список вопросов. Если хотите поучаствовать, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, и увидимся в следующих видео. Пока-пока!